Маргинал, ооо, маргинал пояснил за Dungeons & Dragons, вот оно, сейчас узнаем, сейчас узнаем, сейчас узнаем про Dungeons & Dragons, как раз, как раз сейчас это, просечем. Кстати, как тебе ДНД в целом играл и РЛ кино, будешь смотреть? Кино посмотрю, когда на носителях выйдет, никогда не играл, я вообще не понимаю, как устроены настольные ролевые игры, то есть для меня это какое-то марсианское говно, как? Так стоп, я в это никогда не играл, я вообще не понимаю, как устроены игры, это марсианское говно, но я не играл. Может быть игра, в которой, блядь, рандомный хуй может выдумать, что произошла рандомная срань в игре. Вот так и может. Но у него при этом есть ограничения и правила. Ну, конечно, можно нарушить эти правила, безусловно, да, но в среднем есть определенные рекомендации, которые позволяют, собственно, сделать таким образом, чтобы ваши персонажи рандомно не сдохли, да, не обосрались. Или наоборот, создать локацию. Есть там низкоуровневые оппоненты, есть высокоуровневые оппоненты. И всё. Ну, в ДНД там вот-вот про правил вот столько, если хотите. Если сильно есть желание почитать на досуге. Вот. У вас есть возможность такая, да. Типа, ты там, я скастовал такое-то заклинание. У каждого заклинания есть правила в ДНД. Блядь. Типа, чё за хуйня, как это вообще работает, блядь. Да, ты скастуешь заклинания по определенным правилам. Каждый персонаж любого класса может обладать некоторым объемом там из разных заклинаний, которые он может использовать. Заклинания делятся по уровню своему. И ты не можешь использовать на каком-то там своем первом уровне персонажа заклинания там девятого уровня. Тебе обязательно надо, соответственно, докачаться, достичь этого самого, в общем-то, умения. Либо сразу взять персонажа более высокого уровня, если это вообще возможно по сюжету. И так далее, так далее, так далее. Ну, в ДНД на самом деле довольно четкие правила, я хуй знает. Есть проебы, конечно, но это в основном из-за того, что ДНД, ну, очень разнообразная дичь. Там очень много возможностей. Если всякие хумбрюшки еще брать, то вы там просто вообще, ну, до безграничности, до бесконечности доходите. В космос улетаете. Типа, игры, они про правила. Нету правил, нету игры. ДНД про правила, блядь, чел. Почему маргинал опять говорит что-то, о чем вообще никакого представления не имеет? В моем понимании. Чем жестче... Я не был в конфе маргинала никогда. Правила, тем более, эта игра, ну, хуй знает, игровая, блядь, я не знаю, как. Тем в большей степени эта игра. То есть, чтобы... В ДНД пиздец, как прописаны правила. И это, наверное, самое большое ебанутое душилово в ДНД, это именно правила, блядь. Это те правила, которые сложно соблюдать. И для того, чтобы соблюдать правила, должен быть какой-то отдельный, сука, чел, который все прочитал. Его называют Денжин Мэстер. Денжин Мэстер, короче, был. Обязательно. Без Денжин Мэстера ты хуй поиграешь. Потому что должен быть человек, который контролирует все события, принимает решения и так далее, так далее, так далее. Иначе никак. Игра работала, в моем понимании, как устроены игры, должны быть жесткие, блядь, правила. Fucking Slaves есть. Идеальная игра, это типа, что-нибудь типа крестики-нолики, блядь, или если на компету сапер. Я не понимаю, как работают настольные игры по типу Dungeons & Dragons, вампиры Маскарад, да-то. Ну, вампира я меньше понимаю, но там больше акцент на сальшину, как я понял. Ну, и правил там вроде бы поменьше. Но к Dungeons & Dragons дохюбываться до того, что там правил, блядь, нет. Их там дохуя. Там темный мир это называется. Вот это все я вообще, блядь, не понимаю. Типа, то есть нужен гейм-мастер. Да, конечно. То есть, типа, ты, блядь, кидаешь кубики. Да. Кубики предопределяют количественную сторону того или... Да. При этом не только кубики это определяют, но и твои характеристики, параметры определяют, получится ли у тебя бросок. Ну, например, ты можешь на кубики выбросить двоечку на атаку по персонажу, по оппоненту. У него защита, допустим, 18. А у тебя, допустим, бонус к атаке плюс 17 каким-то образом получалось. И ты в итоге бьешь 19. Ты все равно, даже выбросив на кубики двоечку, ударяешь по этому хуесосу. То есть, да. У кого-то, чтобы 19 выбить, вот этого уебка своего оппонента, чтобы его пробить, ему нужно выбросить ровно там 19 или 20, да. А кому-то достаточно двойки, чтобы вот пробить. Понимаешь, в чем дело, Марго? То есть, тут характеристики еще влияют. Ну, да ладно. ...иного конфликта, да, какая там вероятность крита, прошел спел или нет, сработал ли там твой прокаст. Да, но тут проблема заключается в том, что у каждого спела, у каждой атаки есть какие-то дополнительные параметры. Это у кого атака плюс 18? Ну, слушайте, у меня атака вроде бы у моего персонажа сейчас. Сейчас, давайте я посмотрю, сколько у меня. У моего воина. У моего воина, у моего воина сейчас. Это Алиф. Это, собственно, омега бросок атаки. К20 плюс... У меня 10. У меня 10. Плюс еще есть дополнительные заклинания на повышение. В целом можно еще какие-то инфузии включить от, собственно, Алифа. Вот у меня Алиф есть, инженер. Инженер может включить еще какие-то инфузии на увеличение атаки. Я в целом думаю, еще меч плюс к атаке, наверное, может какой-нибудь дать. Я, в принципе, думаю, можно добиться плюс 18. А если вы еще и дойдете уровня так до 20 и все качаете в силу... Да, например. У меня там сила 5 у омеги, у персонажа. А может быть 22. Там плюс... Не плюс 5, плюс 6. Плюс 7. Плюс 8. Плюс 9. Там может быть. Хотя, может, наверное, не может быть. Можно вообще все в силу вкачать. Можно вообще все в силу вкачать. Вообще все. То есть вы берете, обнуляете все параметры. Все вкачиваете в силу, там, допустим, да, каким-то образом. Только ее и качаете. И у вас атака будет, ну, возможно, плюс 18. Ну, это может быть не оптимально так делать, но можно в целом. Ну, и вот, у вас атака плюс 18. И чувака, который, в общем-то, у которого 18, у которого 19 хп, вы пробиваете, выбросив двойку. От 2 до 20 вы его в любом случае пробиваете в таком случае, да. Почти 100% вероятность вашей победы в данном случае будет наблюдаться. Окей, это кубики определяют. Ты, соответственно, в... Не, характеристики, выбор персонажа, что там происходит, там, да, какие-то заклинания, все прописано. Где они работают, где они не работают, как их можно применить. Кубики только в отдельных ситуациях прокают и так далее, так далее, так далее. Думываешь, как игрок из головы какую-то хуйню. Он не из головы выдумывает хуйню. Каждое заклинание в ДНД отдельно прописано, и прописаны правила его использования, вообще-то. Типа, вот я так креативно, блядь, все обошел, нахуй, сделал подсечку, кинул... Ну, типа, ты можешь как-то креативно это все сделать, но формально урон будет все равно определяться через кубики и правила. Фаербол, а гейммастер... Да, ты кидаешь фаербол, есть заклинание фаербол. Заклинание фаербол работает определенным образом. Ты там что-то кидаешь, кидаешь на урон. Там, персонажи могут или не могут увернуться от него. Если они выбрасывают там на ловкость, значит, они получают половину урона. Если они не выкидывают, они получают полный урон, который ты выбросил. Может быть, дополнительно какие-то еще сверху статусы получают. И потом стоят, отсыхают, а может быть, не отсыхают. Фаербол потом решает, на основе левой пятки была твоя хуйня в реальности или нет. Нет, он решает по правилам. Ну, то есть, ну, например, как я понимаю, от фаербола ты вообще хуй увернешься окончательно. То есть, да, кто-то кидает фаербол в тебя, и у тебя может пробкнуть на ловкость, что ты там от него увернешься, с вероятностью, в зависимости от того, какая у тебя ловкость-то получается, да. Вот. Вор может. Вор может полностью увернуться, ну, вот видите, может кто-то и может. У кого-то, может быть, есть способность полностью увернуться, как вариант. Зависит от способностей разных персонажей тоже. То есть, все прописано в правилах. Ну, их там дохуя. Я вчера вроде бы ответил про него, Семен. Я мотивации пока не вижу никакой. Я так это понимаю, по крайней мере. Иначе я не представляю, как это говно работает вообще. Нет, там очень ебейшие правила. Проблема ДНД в том, что там просто ебанутые правила, и поэтому и нужен ебанутый Денжен Местер, из которого играть в эту игру невозможно. И даже с учетом того, что я описал, я не понимаю, как это работает. Это для меня просто вот реально загадки во тьме. Просто марсианская какая-то срань. Китайский язык больше смысла имеет для меня, чем вот это ебало. Вообще не понимаю настолок, в принципе. Для меня настолка это, блядь, нарды, нахуй, или шахматы. Типа, как устроена вот эта вся залупа, я вообще не понимаю. Я, в общем, столько фильмов видел, в которых персонажи этих... В фильмах там хуёво всё показано. ...занимаются, блядь, там, не знаю. Это Stranger Things, вот эта вся хуйня. Я вообще не понимаю, как это работает, блядь. Это звучит как рандомные фантазии детей, которыми они друг в друга кидаются. Но при этом это как бы упорядоченная игра. Ну, на самом деле проблема заключается в том, что мнение маргинала почти по любым вопросам находится на уровне того, как маргинал поясняет за ДНД. Фиксированным лором. Как это... Не, кстати, лор может быть не совсем фиксированным. Вот. Это, блядь, гармонирует. Я не представляю даже. Вообще. Нет, там ебанутые правила. Вот от слова совсем. Нет, ДНД реально просто очень ебанутые правила, их очень много. Американ пишет. Не понимаю, какой вообще смысл играть в игры типа ДНД, если всё сводится к ебучему кубику. Это, блядь, механика из игр прошлого тысячелетия. Когда ты выкидываешь кубик, на основе рандомной цифры совершаешь действие. Так, что там дальше? Так, проблема заключается в том, что этот кубик у вас может вообще нихуя не значить. То есть, вы можете довести свои характеристики до такого уровня, что лишь бы, блядь, не единица выпала. Ну, или не двойка, или не тройка, или не четвёрка, да. То есть, в принципе, довести свои характеристики до того, что любая цифра выше пяти ведёт к вашему успеху, ну, это довольно легко, на самом деле. Это изи. Вот. Ну, то есть, да, когда вы нихуя не прокачали, когда у вас всё по нулям получается, по характеристикам, да, нулевой персонаж, допустим. Или у вас какая-то характеристика в ноль, плюс ноль стоит, или даже в минус. Или даже в минус стоит. Ну, всё, удачи не на вашей стороне. Это вроде Дискорд, да, Дискорд. Прошлое тысячелетие было не так давно, есть такой Вирл. Ну, то есть, нет, там всё просчитано по цифрам, там довольно тонко, и можно форсить, огнить, там заклинания вычитывать. У механики свои, есть свои проблемы, кстати, я замечу. То есть, да, мы пацаны тут уже насмотрели кучу разных проблем в механике. Пока мы тут играем уже несколько лет, куча-куча-куча проблем. Плюс ко всему, ну, соответственно, чё ещё? Ну, цифры есть, очень много цифр, очень много, очень много листочков всяких, всё расписано, всё прописано. Каждое заклинание каким-то образом используется, там всё прописано про заклинание. У каждого персонажа есть свои особенности, которые те или иные вещи делают интересные. Ну, например, я не знаю, вот воин, воин, у него есть подспособность, например, дуэлянт. Ты выбираешь дуэлянт, и ты можешь там сражаться, не знаю, нет, наоборот, не дуэлянт, а боевой стиль сражения двумя оружиями. Да, и ты добавляешь модификатор характеристики своей ключевой, то есть силы, к урону. То есть, к силе прибавляется ещё бонусом какая-то хуйня получается. То есть, тут всё вот так вот просчитано, много разных чисел, чисто математика, сидишь, дрочишь на циферке. И в целом, по-хорошему, когда у тебя нормальный данжен мастер, который тебя так или иначе сдерживает и помогает тебе не читерить и не выдумывать как раз ту хуйню, которую твои заклинания сделать не могут. Хороший, я люблю. Проска кубика, а как? Какие нарды играешь, длинные или короткие? Только длинные, длинные нарды, F.T.W. На стриме с друзьями не хотел бы партию устроить, научишься как раз? Нет. Оно просто выглядит как какой-то отстой, блядь. Ничего не могу с собой поделать. Но это просто выглядит как какой-то кау. Нет, фишка ДНД вообще заключается в том, что у вас есть некий сюжет, как будто бы, его может вообще, кстати, не быть, да? Вы можете делать всё, что угодно, буквально, в рамках этого сюжета. То есть, если у вас хороший данжен мастер, в принципе, у вас есть диапазон действий. Знаете, вот есть люди, типа, вот, Максима, например, из наших зрителей, да? Которые буквально дрочат на нелинейность. Нелинейность в игре организовать очень сложно. Не знаю, Нигматон, но он вроде иногда появлялся, но сейчас хз. Так вот, ну, вроде он у меня в друзьях есть, он вроде где-то там мелькал периодически. Вроде лайки мне один раз ставил как-то месяца два назад. Один лайк вроде бы поставил, мимо проходя. Может, ещё что-то было. Короче, вроде бы два месяца назад был жив. Так вот, так вот, так вот, нелинейность, нелинейность, абсолютная нелинейность. В целом, вы можете делать всё, что хотите, убивать кого хотите, ебать кого хотите, убегать от дракона, выполнять задания с драконом, игнорировать задания с драконом. Нет, конечно, данжен мастер может начать выёбываться и там привести дракона. Вы можете убегать от дракона к чёрту, и вдруг неожиданно дракон перед вами появляется. Такое тоже может быть. Но в целом нормальный такой хороший Dungeon Master, он в принципе может вам взять и дать выбор для абсолютно любых ситуаций. Если он не придумал выбор заранее, да, он может его в процессе игры создать, создать в процессе игры, да. То есть такой уровень нелинейности невозможно воссоздать ни в одной игре пока что. То есть пока нейросети не работают сами по себе, да, вот, наверное, с нейросетями, если в компьютерные игры будут помещены нейросети, можно будет создать реально нелинейную RPG, в которой сюжет создается вот прямо вот, вот прямо вот прямо сейчас. И вы сможете за драконом то охотиться, то убегать от него, то может даже подружиться с драконом, сможете вместе завоевать королевство и изнасиловать принцессу. Фишка ДНД в этом и заключается, да. Ну, дай бог у тебя характеристик хватит, умений и как бы ты все правильно просчитал, тоже важно, да. То есть тебя могут остановить непреодолимые препятствия, так скажем, конечно. Но попытаться ты можешь сделать все, что угодно. Все, что угодно можешь попытаться сделать. Тебя вообще ничто не ограничивает. Ты можешь отыгрывать персонажей абсолютно любых. Там, не знаю, добрых, злых и никаких. Фишка в том и заключается, тем временем, бессмертный торговец. Ну, блядь, ладно, Светлань, да. Наш мастер душнил местами, действительно, по факту. Наш мастер действительно местами душнил, передушнил, на мой взгляд. У него круто получается с историями разными. И он... Короче, хорошие такие локальные истории у него выходят. Но ему, видимо, очень жалко, что мы эти истории пытаемся ломать по-разному. Вот так вот. Короче, с прогибчика их кидаем, и они ломаются. Ему неприятно, он пытается это как-то регулировать. Ну, в ДНД просто можно делать практически все, что угодно. И мастер, особенно если он довольно гибкий, он может подстроиться под любую ситуацию. Никакая RPG на данный момент не может с такой нелинейностью похвастаться. Более того, важно заметить, да, та нелинейность, которая обычно в RPG есть, даже... Как эта игра называлась-то? Про драконов тоже. А, Dragon Age. Ну, чё там, там реально, там не очень большая степень нелинейности. Хотя она высокая, вроде бы, относительно других компьютерных игр, но она не очень большая. Ты всё равно в итоге приходишь к своей цели, с тем или иным набором персонажей. От многих персонажей просто так отделаться у тебя не получится. Скорее всего, какой-то стандартной партии у тебя будет. Да, конечно, дофига, Мустава. Очень много всяких фильмов, игр. Вообще, в принципе, сам жанр RPG, судя по всему, вырос из ДНД. Ну да, там половину персонажей можно тупо не взять или слить. Это правда, Светлане, но другую-то половину нельзя. Это раз. Ну, во-вторых, итоговый сюжет, как я понимаю, в любом случае, с некоторыми нюансами. Вы всё равно придёте, вы убьёте обоссана вот этого некродракона. И, соответственно, ну там чё-то произойдёт. С Морриган какую-нибудь хуйню выдумает, в зависимости от ваших действий. Кто-то ещё чё-то сделает. Ну, концовок всё равно там, ну, максимум штук 10, наверное. И всё в одном сеттинге, да. А в ДНД вы можете вообще не пойти к этому дракону. Вы можете попиздавать в другую часть мира. Сделаться там грабителями. Насиловать деревенских шлюшек там, я не знаю. Бить армию имперскую. Вообще, вступить в ряды этого самого ебаного дракона. Некра-пидораса вот этого осуждаю, да. И так далее, так далее, так далее. В этом фишка ДНД. В этом главная фишка ДНД. Это делает ДНД абсолютно, как бы, незаменимой хуйнёй. Ну, как незаменимый? Tekken 2009. Я не написал, да? Ну, есть другие настолки подобного рода, где вы тоже можете делать всё, что угодно. Но вот такие вот настолки, их пока ничто не заменяет в компьютерном мире. Может быть, действительно, с приходом нейросетей получится это сделать. Вот когда нейросети проникнут в компьютерные игры, да. Начнётся эра, когда ДНД, может быть, будет и не нужно. Но, с другой стороны, есть ещё один фактор. Вы играете со своими друзьями, коллегами, приятными людьми, общаетесь с чем-то, обмениваетесь. Как-то взаимодействуете. Даже, ну, нейросеть, она всё равно не сможет вам вот конкретно этого заменить. Хотя, многопользовательская игра, в которой вы сможете управлять персонажами своими, принимать какие-то решения, и всё будет работать. Так нет, Светлань, всё зависит от мастера. Мастер вообще может просто по ходу переработать сюжет. Истина — это соответствие наших представлений реальности. Может, тогда мастером будет нейросеть просто? Ну, и такое тоже может быть, Мустафа. Можно сделать ДНД в компьютерном мире, в котором мастером будет нейросеть полноценная, которая знает все правила. Такое можно сделать. Там слишком много креатива, понимаете? Слишком много креатива со стороны игроков. Я такой не люблю. Я же говорю, я в моём понимании у игр... Пиздец. В моём понимании у игр, да в играх не должно быть креатива. Слишком много креатива со стороны игроков. Ёбаный Майнкрафт — игра для малолетних школьников и пидорасов. Слишком много креатива, и из этих кубиков можно сделать всё, что, блядь, угодно. Сука, зачем мне этот Майнкрафт? Вырубай. Должны быть чёткие правила, то есть из которых просто следует, победил ты или нет. Ну, блядь, хуяк у тебя шар... Кринж, блядь. Кринж. Кринж, ебать. Кринж, сука. Должны быть чёткие правила, из которых следует, победил ты или нет. Кашка дошла, блядь, до конца поля, и она в дамках. Ну да, охуенно. Только твоя шашка, она как бы... Ну ладно, шашка не шашка, давайте в нарды. Ты в нардах кидаешь кубик. Если у тебя каждый раз будет выпадать неудачное число, ты проиграешь, блядь, в нарды, скорее всего, да? То есть, если каждый раз, каждый ход тебе будет выпадать какая-то чепухня ебаная, твоему оппоненту будет, наоборот, подвозить, ты всосёшь. Вот-вот бибу, вот такую большую бибу в рот себе возьмёшь в нардах. Ну, например, относительно броска кубика, он даже не всегда обязательно бросается. Есть достаточно мощные заклинания, по которым кубик бросать не надо. А есть заклинания, где надо, но они имеют такой мощный эффект, что это оправдывается. Всё, нету гейммастера, который решает в дамг. Да, Мустафа, есть такое. Но с другой стороны, всё равно, да, первая фишка ДНД это нелинейность. Вторая фишка ДНД это, соответственно, то, что вы можете поиграть со своими товарищами. Прямо вот в прямом эфире пообщаться, не в прямом эфире, в жизни можете собраться и поиграть. Вообразить себя этими персонажами, попасть в те или иные условия, как-то самому отреагировать. Возможно, нейросети много из этого могут заменить. И, может быть, даже командную игру можно будет сделать по ДНД в рамках нейросети и так далее, и так далее, и так далее. Мы на это, может быть, рассчитываем. Чики-брыки в дамке или, блядь, не в дамке, блядь. То есть, так же там шахматы или нарды. В нардах даже кубики есть. Но там нету, блядь, какого-то рандомного хуя, который решает, блядь, а что означают кубики, блядь? Что, блядь, ты вот как бы получил, например, две единицы на кубиках. А дубль это или нет? Да нет, это дубль. Ты две единицы получил, значит, ты получил четыре, блядь, единицы. Точка. Всё, это чётко из правил следует. Ну, в ДНД с кубиками та же самая хуйня. Всё, end of story. Ты, короче, используешь заклинание, оно у тебя точно срабатывает, если ты выбросил кубик правильно. Ну, если тебе повезло с кубиком. Если тебе не повезло с кубиком, ты всосал, например. А вот ты бьёшь, проходит ли удар или нет, решается кубиком. Но у тебя есть характеристики, которые прибавляются к броску кубика. Иногда, в принципе, может быть и такое, что ты пробиваешь оппонента в любом случае, только если не единица выпала. Вот в любом случае, только если не единица. Я поэтому на говно и зашёл, когда мы на стриме, когда вместо мафии попытались поиграть в бункер. Где тоже геймастер, блядь, решает, что там дальше должно произойти. Это когда верни шаверму, выпало, значит, на картах выпало, что он должен отыгрывать женщину Капрофила. Ну, в ДНД на самом деле, если вы грамотно составите персонажей изначально, да, вы... Ну, то есть, вообще, в принципе, вы в ДНД можете друг против друга драться. Где правила вашей ДНД можно посмотреть? Блядь, посмотрите в интернете четвёртое издание или там пятое, пятое издание. Сейчас пятое издание правил ДНД. Кстати, хер знает, вы сможете ли их скачать или нет, но они существуют. Вообще, их обычно покупают за бабки. Кучу книжек с правилами ДНД. Это бизнес. Кто помнит, да? Я просто... Я максимально изошёл на говно на этом стриме. Почему? Я в ДНД, короче, если у вас есть два персонажа, вы, в принципе, знаете, кто может победить практически заранее. Ну, за исключением некоторых неудачных случаев. Ну, например, если вы в ближнем бою играете, и вдруг на кубиках инициатива конкретно у вас выпала больше, а у мага меньше, например, да, вот вы воин, вы воин, я воин, допустим, я воин, а мой оппонент маг. И мы стоим друг напротив друга, такие улыбаемся, смотрим, стоим, да, и мы хотим сразиться друг с другом, кто кого разъебёт. Мы бросаем кубики на инициативу. Допустим, у меня к ловкости плюс два, и я прибавляю плюс два к инициативе, и я хожу быстрее мага, а маг проебал, допустим, и вот я на него нападаю, и я вношу ему удар четырьмя своими мечами, раз, два, три, четыре. Скорее всего, его защиту я пробиваю. У него защита ниже, чем положено, а у меня плюс бонус к атаке. Скорее всего, все четыре я попаду атаки. И, возможно, я с одного удара разъебу мага даже. Возможно, возможно. А может быть и нет. А может быть он вообще первый ходит. И вдруг он возьмёт и, например, использует заклинание очарования, а у меня низкая мудрость, допустим, и я не выкидываю спас-бросок на мудрости, я сосуху, и я подчиняюсь этому магу в итоге. Например, 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 да, такая ситуация. Или он кидает усыпление, и, собственно... Всё. Или ещё что-нибудь там происходит, например. А может быть у меня амулет на защиту от сновидений, скорее всего, такие же тоже есть. Да, кстати, предметы в ДНД тоже прописаны, какие есть. И всё, не может меня маг усыпить, или я кидаю бонус спас-броску против усыпления, или ещё что-нибудь делаю. Изи? Бризи. Вообще не понимаю, как это работает. Типа, то есть вот люди решают, а надо ли нам готовиться к тому, что на нас нападут, блядь, люди извне. Это слушает гейммастер. И гейммастер это хуй, который предопределяет, есть ли вообще какие-то люди, которые могут напасть. Спрашивается, в чём, блядь, смысл игры. Это же вообще кал. Игры в этой игре нет игры. И я все настолки вижу абсолютно так же. Бля, маргинал не знаешь, что такое игра, да? Это грустно. Только в ДНД кубик, блядь, есть. Окей, окей, хорошо. Всё меняет, корни. Продолжение следует.